Одна из крупнейших продуктовых компаний России, Вимбельдан, вскоре поменяет владельца. Мировой гигант компания Пепсика, второй по величине производитель безалкогольных напитков, купит 66% акций Вимбельдан за 5 миллиардов и 800 миллионов долларов. Сообщил об этом один из владельцев компании Давид Якобашвили. Ну и едва новость дошла до бирж, как акции Вимбельдан сразу подскочили на 60%, РТС даже была вынуждена приостановить торги. Вот об этой готовящейся сделке не было известно ничего. По словам Якобашвили, переговоры с Пепсика шли совсем недолго, всего около трех недель. Теперь продаж компании должна одобрить антимонопольные органы. Но произошло это знаковое для рынка событие на фоне сегодняшнего исторического ценового рекорда на молоко. Стоимость литра дошла до 15 рублей, это на 50% выше уровня кризисного прошлого года. А к концу года цена вырастет и до 18, утверждают эксперты. И сейчас с нами на линии прямой связи исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Владимир Лабинов. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Почему такой резкий скачок цен на молоко? Ну, начнем с того, что цена сегодняшней не 15 рублей, она уже 17 с половиной. И процесс роста цены на молоко начался еще с лета. Резкого роста не было, просто был последовательный рост, но он не прекращается до сих пор. Но это закономерно как-то? Ну, есть два обстоятельства, которые спровоцировали такую ситуацию. Первое – это то, что потребительский спрос в России в этом году существенно вырос. Вообще, тенденция роста потребления молока и молочных продуктов отмечается уже с 2009 года. В этом году потребление молочных продуктов выросло более чем на 10%, точнее на 12%. При этом производство молока в России в первой половине года еще увеличилось к прошлому году, примерно на 1%. Поэтому предложение цифрового молока отставало от роста спроса. Летная ситуация усугубила, летняя засуха привела к отнижению объемов производства молока. Сегодня предложение молока такое же, как было в прошлом году, но потребительский спрос высок. Хотя он имеет тенденцию к снижению сейчас. Большое спасибо. С нами на линии прямой связи был исполнительный директор Российского союза предприятий «Молочные отрасли» Владимир Лабинов. Ну, а с нами за столом наш экономический обозреватель Игорь Иванов. Игорь, что ты можешь сказать и про молоко, и про неожиданную для нас всех новость про бенбельдар? Добрый вечер, Михаил Ольга. Как мне кажется, на первый взгляд, эта новость даже не столько про молоко, сколько про соки. Дело в том, что компании Pepsi, Cola и Coca-Cola, всем известные, они конкурируют не только на рынке воды с пузыриками, но и на рынке соков во всем мире. И точно такая же борьба была и в России. Значит, посмотрим, ну там, в начале нулевых годов Pepsi, она вывела на рынок свой сок Тропикана. Он не имел такого феноменального успеха на российском рынке, занял всего 2%. В принципе, немного. 2005 год. Pepsi, Coca-Cola, о, Coca-Cola покупает производители соков Мултон. Это добрый, рич и так далее. Соки сразу получают 22% рынка. Проходит 3 года. Pepsi в ответ покупает Лебедянский. И у Pepsi уже становится 35 против 22. Они обходят Coca-Cola и, значит, лидируют в этой борьбе. Что происходит дальше? Ответный ход. Март 2010 года. Coca-Cola подает заявку на покупку еще одной компании. Это не Дан. И, вероятно, ее купит. И что происходит? У Coca-Cola 36, у Pepsi 33-35. Coca-Cola снова впереди. И вот, значит, финальный аккорд. Бабах. Это, соответственно, Pepsi покупает Вимбельдан, занимает около половины российского рынка и гарантирует себе первое место навсегда. Собственно, вот это такая главная интрига на рынке соков, которая была, по крайней мере, последние 5 лет и которая сегодня умерла. Pepsi выиграла. Собственно, возможно, поэтому они заплатили чуть больше. Вторая интрига, которая возникает сейчас. Вот это вот, если посмотрим на компанию Вимбельдан, то вот это соки, а вот это молоко. Это большой бизнес, который больше. И который, в принципе, можно предположить сейчас, возможно, не очень нужен Pepsi. Потому что Pepsi занимается соками, оно занимается водой, а молока у нее очень мало в портфеле брендов. Поэтому, вероятно, соответственно, вероятно, Pepsi будет продавать молочный бизнес. И тот, кто купит молочный бизнес, тот сразу получит тоже здоровую долю российского рынка и станет одним из лидеров. Неожиданно акции Вимбельдан начали расти в цене. С чем это связано? Вот сегодня они выросли в цене на 60%. А кто-то, кто, возможно, знал о том, что такая сделка готовится... Немножечко, немножко заработал. Да. Удивительно. И неделю назад был еще один всплеск такой же. Рассказывали нам сегодня коллеги из Фарбса. И снова акции Вимбельдана кто-то купил большой объем. И вот этот таинственный покупатель, он здорово заработал на сделке между Вимбельданом и Pepsi-Cola. Есть идеи... Что это может быть? Нет, ну это... А есть идея... Самое страшное... А есть идея, чем займется, собственно, Якобашвили, который эту компанию взрастил с молодых ногтей практически? То есть это его детище. С чего вдруг? То есть, ну как-то странно, да, всегда задаешься вопросом, почему, когда человек, который вот вложил полжизни в такую компанию, действительно сделаю крупнейшим молочным производителем в России, вдруг от нее избавляется. Избавляется. Даже за хорошие деньги. Как вот он сам сегодня рассказывал, комментируя сделку, у него есть и другие бизнесы, в частности сырьевые, если я не ошибаюсь, у него есть какие-то активы в угле и даже немножко в нефти. Как он сам говорил, он займется этими бизнесами тоже, и теперь у него есть большое количество денег, которые он получит от Пепсика, и он, в принципе, сможет увеличить свои инвестиции в сырье, в уголь, во что угодно. Башнефть, вот я вижу, тут уже появилось. Башнефть, кстати, сегодня выиграла довольно хорошее и крупное месторождение. Сербса? Да, да, да. Сербса Титова. И отдали Башнефть и Сербса Титова? Да, да, да. Что деется? Вот какой день удачный у Давида Икбашвили. Действительно, тогда, в общем, в принципе, вопросы многие снимаются, но действительно хороший, хороший конкурс, хотя говорят, что было очень много вопросов к этому конкурсу, как-то вот немножко нечисто прошел. Ну, как сказать, к нему не допустили практически все российские нефтяные компании, кроме Башнефть и Сургутнефтегаза. Вот я про это и говорю. Это всегда, конечно, вызывает, ну, так сказать, вопросы. Не был ли победитель конкурса предопределен заранее? Ну, и сейчас они, конечно, тоже возникли. Угу. А, спасибо, Игорь. Спасибо. С вами был экономический обозреватель Игорь Иванов.